Всем привет, дорогие подписчики, вы довольно часто задаете мне вопрос, как долго я занимаюсь граффити, и чтобы расставить все точки над «и», я взял свой первый скетчбук за неймчизер, и сегодня поговорим на тему «Мой граффити путь». Поехали. Типа переход классный, да? Рисовать я начал где-то в середине лета 2019 года, увидев видос в маске. Тогда меня это просто поразило, я такой, что? Но на самом деле мой путь начался немножко раньше, где-то в году я, будучи пиздюком, увидел, как взрослые дядьки рисуют банками на стенке, я просто буду ебать. Вот это кайф, вот это мне надо. Но на тот момент у меня не было ни денег на краску, ни самой краски, поэтому эта идея была отложена в долгий ящик. И в 2015 году я вернулся с новыми силами, вот, вдохновившись рисунками на стенах, я начал делать трафареты за свою команду, я это вырежу, наверное. Ладно, рисовал я один, ну как рисовал, блядь, трафареты дотегал на кирпиче, на кирпиче перманетными марками, это было круто. Вот, и потом, когда у меня кончилась хромовая банка, я решил больше не покупать, и забил хуй на это, и вернулся уже в 2019 году с новыми силами после просмотра видоса в маске. Какой у меня первый найм-то был? Наваг. Мой первый найм был Наваг, я подумал, что это просто лучший из лучших, тегал, и в принципе, все, ни одного куска с Навагой я, к счастью, не сделал, я делал стикеры и тегал. И осенью 2019 года... Ну, через музей надо рисовать, и мы тоже будем рисовать, и мы знакомы. Вот, короче, оказалось, что мой знакомый тоже рисует. И он взял себе какой-то был найм-то первый. Это в тех штуки она сидит. Первый найм у него был Дельта. Вот, взял он себе найм-дельта, и мы с ним жестко тегли. Вот тут будут архивные кадры, я поставляю. И подумав, что что-то скучно живется нам, мы решили создать супер-граффти-команду, и назвали ее... Первая команда у нас называлась 705-клю. Да. Да, 705-клю мы назвали первую команду. Потом подумав, что что-то какое-то название слишком распространенное с цифрами. Мы назвали... It's time to stop! It's time to stop! It's time to stop! На самом деле было круто. Нас тогда было три человека в команде. Я Кена и чувак, он тот момент рисовал, сейчас он в составе оклада, просто роль фотографа. Вот, так что ничего особо не поменялось. Он спонсором. Он спонсором. Мы были содержанками. Вот. Долго за OGV мы не прорисовали, наверное, где-то год. Начали с тикапоне, закончили... За упокой. Ну, короче, прорисовали мы где-то... Ну, где-то вот в 2020 году я создал свой тикток, поменял нейм на Венрок. Ну, между как бы на Вагом и Венроком был еще... Кто там, блядь, жал? Сигнал. Потом после Венрока я стал штрихом. После штриха я стал чизером и больше ничего не менялось, к счастью. Надеюсь, больше не поменяется ничего. И просидел где-то год вообще без рисования, только теги и стикеры, я понял, что что-то надо, блин, порисовать, что-то хочется. Но уже за OGV рисовать было не в кайф. Мне название не нравилось. Буква О все-таки как бы сложная буква в начале названия. Название? Поэтому следующим названием был оклад, да. Я всегда был гением. Первый кусок заклад был вообще сделан в мае 2021 года. Я постараюсь вставить фотки. Вот, сейчас мы перейдем к разбору моего скетчбука. К этому ужасу, как по мне, потому что рисую я и так не очень, но тут это вообще прям полный пиздец. Я типа стыдно, я даже некоторые страницы показывать не буду. А теперь давайте перейдем к разбору моих работ. Мне очень кринжово это показывать, потому что это ужас, как по мне. Просто кринж. Так, где здесь начало этого ужаса? Вот. Вот это, наверное, лучшая страница этого скетчбука. Это выкраска маркеров. Дальше лучше не будет, ребят. На самом деле, кейбук хороший сам по себе. Но если бы там не было рисунков, он бы был еще лучше. Мы готовы? Пока вы там дохнете от кринжа, я постараюсь как-то оправдаться. Да? Я не умею рисовать. И не умел. Сейчас, ладно, сейчас все куда не шло. Дальше идет что-то более гениальное. Это коллажик. Такое вот. Просто, типа, у меня была загаженная страница, и я подумал, что вклеить туда готовую работу будет хорошим решением. Ладно, это пиздец, и показывать его не буду. Нормально. Покажи. Ай, извините. Я, честно говоря, даже не помню таты, когда я это рисовал. Но это, наверное, какой-то 20-й год. Типа, конец 20-го. Оцените в комментариях эту работу. От одного до миллиона, пожалуйста. Жду комментарий каждого. Дальше идет вот эта работа. По своему выполнению, наверное, это лучшее, что здесь есть в этом скетчбуке. Вот. Потому что идея у кого-то спиздил, честно говоря. Я не помню. У кого? Наверное, я спиздил, потому что работа нормальная. Опа. Опа. Вот это... Ой-ой-ой. Вы готовы? Вы уверены, что это вывезете? Бэнк. Кенн, давайте предоставим слово, как бы, мастеру своего дела. Оцените эту работу, пожалуйста. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо, особенно если закрыть глаза, как вы, я так понимаю, вы хотели сказать. Ну, как бы, вы видите причины, почему я редко рисую буквы. Вот. Кстати, мои же буквы, но... То есть, я предсказал будущее? Острое, да. Скорее, чем? Дальше. Дальше, вы сейчас охуеете. Я нашел клад. Клад 2021 года. Это стикеры. Стикеры, которые лежат у меня в скетчбуке с того момента. Это термоэтикетки. Вот. Они уже, как можно заметить, потемнели от времени. И потом я эту работу перенес в свой первый стрит-арт на улице. Она провисела там какое-то время. Сейчас ее сорвали. Вот. Это вообще легендарная вещь. Дальше я, как вы понимаете, я подумал, ну, я не умею делать простые буквы, поэтому надо переходить в WildStyle. Это WildStyle. Детка. Кайф? У меня были странные представления о WildStyle. Вот это июль 2021. Этот скетч я сделал на заброшке. Да, кстати, скинешь. Вот. Сюда я вставлю, как она вышла на стенки. Кстати, не особо они отличаются, чем от стенки. Здесь меня заебал мой персонаж, и я решил его как-то менять. Вот. Я что, кулаул? Ну, это тут. Опять продолжается выпадки найти персонажа. Даже в ТикТоке это было. И вот они. Подержи вот так, Тихон. И вот они. Вот так? Да. Это стикеры за персонажа, которого вы, наверное, все знаете. Я довольно долго его вязал. Это стикеры, которые вообще я нигде не поклеил. Я один стикер наклеил. Но это не стикеры, это по факту золаминированная бумага. Вот. И все. Они у меня так и лежат уже два года, блядь. Я никуда их не наклеил, наверное, никогда. Ну, как вы понимаете, я что-то сильно употребил, и меня долго не отпускало. Потому что, ну, как это по-другому можно объяснить, я не знаю. Честно говоря. Это ужас, честно говоря. И вот уже скетчбук подходит к концу. И начинает получаться нормальная работа. Ну, более-менее нормальный. Вот. Это просто чиз. Мне было лень записывать эти страницы буквы, да и места не хватило. Поэтому я оставил так. Проследняя страница скетчбука, завершающая. Я завершаю два таких персонажа, посидящих. Они, походу, поняли всю плачевую ситуацию в этом скетчбуке. И у них началась депрессия. По-другому я объяснить это не могу. На самом деле, был проводен довольно-таки большой путь, как по мне. И сделал довольно много говна на стенках. Нет, ты прям весь скетчбук расписал, что ли? Ну да. Вот. Если хотите еще обзоры на мои скетчбуки, они будут. Но не знаю, как скоро. Когда я закончу еще скетчбук. Я вам показал первый. Вот. Его закончил где-то... Я его закончил где-то осенью, как считается, первого года. И с момента он никак не менялся почти один год. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Ребята. Позорище. Стой. Субтитры сделал DimaTorzok